Не правда ли коряво? Минималистами Я оставлю ссылочку в описании, посмотрите, возможно вам что-то понравится для себя, вы что-то примите Если забить в поисковик ютуба минимализм, то увидим мы Просто охренительное большое количество роликов про минимализм На самом деле этот ролик мне очень понравился, я загорелся в первые часы, в первые, можно сказать, нескольких дней Потому что я уверен, что большинство наших квартир, домов, съемных квартир, комнат, они захламлены Захламлены очень большим количеством вещей, техники, макулатуры Его настолько много, что мы просто порой этого не замечаем Если вы посмотрите, я как недавно наткнулся на квартиры, в которых люди живут в Гонконге В маленьких своих комнатках, там 8 квадратных метров, которые захламлены всем подряд И все считают, что это все нужно, то это весьма печально Даже мы в своих, грубо говоря, хоромах, которые по сравнению с 8 квадратными метрами выглядят Наши 30 просто каким-то особняком, все равно захламлены Как вы можете заметить, я только начал этим заниматься, минимализмом Что я сделал? Несколько этапов Первое. Я решил очистить свой гардероб Вторым этапом я занялся очисткой гардероба своих родителей Ну, естественно, вместе с родителями Ну, потому что ты их вещей, я же их ношу Это им выбирать, что выбрасывать, что давать на переработку Что давать людям, которые нуждаются в этих вещах Так как это очень сильно меня вдохновило на минимализм Но я его определяю в несколькой степени Как назвать эти степени я еще не придумал Но все-таки минимализм, как я говорил, начинается отсюда По телевизору показывали по Первому каналу от Елены Летучей Которая ревизор Она как раз показывала по технологии переработки, мусоросжигания Как сейчас консервируют мусорные полигоны И много чего другое Я, если найду, я оставлю эту ссылочку в описании Название, к примеру, данного видеоролика Посмотрите, очень тоже интересно Как вы можете наблюдать Тут сушится одежда Это я Для меня остается главным вопросом Куда сдается большое количество всяких проводов Как видите, их очень много Окей, это все находится в пластиковых контейнерах Есть тут большая часть макулатуры Которую можно дать на переработку Есть пластик Этот вопрос тоже можно решить Это стаканчики для рассады Есть некоторые вещи, которые из Икеи для мебели не используются Есть куча литературы, которая будет задаваться Либо в библиотеку, либо на переработку макулатуры Окей, это все нужно Количество одежды было распределено Окей Из другого, так сказать, хлама, которым можно быть использованного Это, видите, к примеру, детские игрушки Это кухонка, которая была подарена на 4 или 5 лет Ну, на день рождения моей племянницы Она была использована, но, как видите, она больше не играет в нее Ее можно отмыть, почистить и продать Подешевле, но тем, кому она будет нужна и кто будет играть Есть разные машинные приборы Какие приборы? Детали машинные Которые тоже можно продать Потом есть стол, который я привез из Москвы Его тоже можно продать Есть чемоданы, которых большое количество Они тоже занимают место Конечно, там чемодан в чемодане появляется матрешка Это тоже можно куда-то реализовать Огромным, огромнейшим вопросом для меня стало Куда сдавать обувь в Новосибирске Ее некуда сдавать Я имею в виду не обувь, которая достаточно хорошая Обувь, которая уже испорчена Порванная подошва Сама целостность обуви тоже нарушена Огромное количество обуви, которая уже, не знаю, своими годами уже использована Порванная подошва Шнурки порваны Сама целостность конструкции Вообще все порваны Все свойства внутри Там пяточка уже продавлена Фиксатор голеностопа Все сломано Этого в Новосибирске я не нашел, куда сдавать Как видите, тут еще куча всякой бумаги Литературы, учебников, книжечек, альбомов Записных книжечек Это все можно применить Игрушки тоже можно перепродать Либо выставить, ну, на помойку В хорошем виде, и это кто-то заберет Потому что очень много кто так делает Просто многие говорят, что к минимализму нужно тщательно готовиться Я бы хотел сказать, что к минимализму не нужно готовиться К минимализму нужно постепенно приходить Как? К примеру, начнем с вещей Нужно приобретать ту вещь, которую ты будешь много раз одевать, использовать Которую ты не купил и повесил Ну, или там, в лучшем случае, один раз надел, вышел на улицу и все Больше не надеваешь Нужно не то, что отказываться и заставлять Нужно приучать себя, что мыслить не потребительски Не покупать вещь из-за того, что она красивая А покупать вещь, потому что она тебе нужна Потому что ты ее будешь носить, ты будешь чувствовать в ней себя комфортно, хорошо Но, в случае, я не исключаю Если вы купили такую-то вещь И понимаете, что больше не будете носить Она у вас висит там 2-3 месяца, может уже год То сдайте ее, либо перепродайте Это тоже хорошо Потом, потребительское отношение к технике Я обожаю гаджеты Но я не понимаю, зачем нам такое огромное количество гаджетов Которым мы потом перестаем пользоваться Либо она ломается, она потом захламляется Мы его выбрасываем Можно найти места И я еще не нашел Честно говорю, что я еще не нашел, куда сдавать технику Но я обязательно найду Найду, куда сдавать сломанную, либо уже старую, неиспользуемую технику Нужно научиться тоже рационально мыслить И покупать ту технику, которая тебе нужна Я приведу сейчас пример Я безумно хочу Apple Watch, но я не могу придумать их применение к себе Я просто хочу Это мое внутреннее Я хочу Но я не знаю, зачем я буду ее использовать Смотреть время Так у меня есть часы Получать какие-то смс-уведомления Так я могу просто купить фитнес-браслет Который будет отсчитывать также шаги Пульс Будет уведомлять меня о звонках И сообщения Все, это будет стоить 2-3 тысячи Но это будет приносить больше мне пользы, чем сам Apple Watch Для чего я не придумал Сейчас я вам расскажу, как я сортировал свою одежду Я сделал несколько, грубо говоря, подпунктов Первое Я собирал вещь, которая уже пятнами порвана Но которую ты больше не наденешь и никому даже не дашь ее поносить Эту одежду я собрал в отдельный мешок и отдам на переработку Есть две крупные компании, которые занимаются приемом старой одежды Их на самом деле очень много, но я просто расскажу распространенное Потому что в каждом городе их может еще быть больше маленьких подпунктиков Первое Это H&M У них есть на сайте прям отдельный блог про экологию То, что они принимают одежду, которая уже старая, изношенная, поношенная, с дырками И там много чего другое с одеждой происходит Эту одежду вы можете собрать в пакет И пойти в любой магазин H&M и сдать У них есть корзины, куда можно сдать эти пакеты Если таких корзин нет, вы можете обратиться к рабочему, либо к администратору, который скажет, куда вам сдать За это вам будет причитаться скидка Я также эти условия акции оставлю ссылочку в описании на H&M, их сайт, вот эту статью Зайдите, почитайте, возможно вы что-то для себя новое узнаете Второе Это IKEA IKEA занимается приемом постельного белья Они не принимают одеяло, подушки Это нужно тоже вам узнать, куда это можно сдать Скорее всего это можно будет сдавать в церковь Либо в места, где проживают люди без определенного места жительства Либо с переночевкой Естественно вы там постирайте эту подушку, либо одеяло И потом сдадите на использование Если у вас что-то уже старое и потрепанное Нужно куда узнать, я сам полностью не разобрался в этой ситуации Про IKEA я тоже оставлю ссылочку в описании на статью Так что почитайте, тоже очень много чего интересного и полезного можно узнать Вторым подпунктом вещах, которые я собирал в своей квартире Это пакеты я собирал, которые я буду отдавать на реализацию На, ну имеется в виду, на перепродажу Либо на сдачу в организации, которая раздает эту одежду Например, верхняя одежда Эту куртку я дам либо какой-то благотворительности Либо, там не знаю, так же густобоксы Эта куртка достаточно хорошая Дутыш, она из Парижа Не знаю, каких-то 2000-х годов Внизу также есть две куртки, которые либо я продам, если у меня будет желание Ну, либо отдам на благотворительность Они очень хорошие Их почти ни разу не надевали Ну, их одевали для примерки Но их не носили на улице На подытожить я также хотел, надеюсь, я донес для вас информацию про минимализм Это минимализм не настолько жестокая штука, которая может показаться на первый взгляд Минимализм начинается отсюда Мы начинаем себя контролировать Каждое свое действие мы начинаем обдумывать Мы перестаем покупать одежду, которая нам не нужна По принципу «я хочу», типа «мне это надо» Нет, такой принцип очень транжирный, потребительский Он потребительский вообще ко многим вещам Мы покупаем вещи, которые нам нужны К примеру, у вас порвались трусы Соответственно, вам нужны новые трусы Пошли и купили А не то, что у вас там 2000 пар трусов И пошли покупать 2001 пару трусов Зачем? Нет, так же с носками, футболками Да, я понимаю, что есть вещи, которые изнашиваются И мы их обновляем в свой гордер Все, окей Старую одежду, если она еще в хорошем виде Можно дать на благотворительность Если она в ужасном состоянии Сложили ее куда-то И вот так вот складываете стопчиком свою одежду И потом вы отдаете их на переработку Окей, это хорошее дело То же самое с техникой Мы покупаем не потому, что я хочу Это мне надо А потому, что я нуждаюсь в этом Как я говорил на примере Apple Watch Я просто хочу, но я не знаю для чего Это будет пустая трата денег Впуливание и все Это как будет приятный аксессуар Который будет мне не знаю, что показывать Я вас не заставляю насильно отказываться от пластик Потому что я сам еще использую пластик И я буду много вещей, которые минималисты не используют Я буду их использовать Если я буду покупать какой-то пластик-контейнер То я буду думать, куда сдать этот пластик на переработку А я вообще скажу так Просто думайте своей башкой И все Минимализм, не минимализм Без разницы Просто думайте своей башкой Умеряйте свой потребительский пыл Потому что это расточительство Вы сами начинаете замечать, что в ваших кошельках становится меньше денег А вещи становятся все больше, которыми вы не пользуетесь Об этом стоит думать Надеюсь, данный видеоролик вам не наскучил Возможно, принес какую-то полезную информацию Что-то вы подчеркнули для себя полезное А с вами был ваш похорный слуга Владимир Быстров Всем до скорой встречи Минимализм, не минимализм Без разницы Думайте своей башкой Пока Субтитры сделал DimaTorzok